Следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на это видео наберется 500 лайков, поэтому ставь лайк и продолжай смотреть видео. О, единорог жопой застрял в дереве и умер, прикольно. Привет, ребят, меня зовут Рисман, и в этом видео я вам расскажу, как добавить несколько новых мобов в Майнкрафте, а именно разновидности лошадей, такие как единороги, пегасы и им, собственно, подобные мутанты. Ну что ж, мод я уже установил, для установки мода вам потребуется форж для Майнкрафта на версии 1.12, его я тоже установил, затем скачать джарник мода и закинуть папку mods уже в корне игры. Ну что ж, это я все абсолютно уже проделал, ссылка на мод оставлена в описании, крафтинги я вам не буду показывать, вы их сможете сами посмотреть на сайте, это не сложно, и я думаю, вы сами с этим разберетесь. Я вам, в принципе, покажу, какие есть мобы здесь и какие функции они в основном дают. Ну что ж, давайте начнем, значит, отдельной вкладочки для этого мода у нас нету, то есть нам нужно вот сюда вот переходить в разные, вот тут у нас все вперемешечку. Тут у нас еще не все, кстати, тут у нас потом еще дальше будут еще предметы. У нас, значит, есть эмблемы здесь, броня новая для лошадей и, соответственно, для наших единорогов, пегасов и подобным существам. Так, и яйца призывания самих этих существ. Ну что ж, давайте начнем. Значит, первое, что идет, это у нас magical horse, unicorn, то есть это у нас обычная магическая лошадь, потом единорог, пегас, потом кто у нас тут идет? Distrirer, потом еще, короче... Ой, это не то, это я овцу взял. Так, и, в общем-то, давайте наберем несколько мобов и посмотрим на них, как они выглядят, и я постараюсь вам рассказать, что они из себя представляют. Давайте вылетим, наверное, на пустую какую-нибудь полянку. О, отлично, вот там вот в горах есть пустая полянка, мы сейчас туда приземлимся и начнем разбор. Значит, первое, самое обычное, это у нас магическая лошадь, иными словами, это, короче, самый обычный единорог. Так, найти вы его можете абсолютно легко, он спаунится в обычных биомах в лесу, как видели в начале видео, один такой сдох, застряв в дереве. Далее у нас идет обычный единорог, честно сказать, я вот разницы в них не заметил. Очень мало инфы по этому моду, кстати, вот она очень-очень скудная и на старые версии. И, к сожалению, инфу приходилось рыть самому, но, как видите, в целом они выполняют одинаковые функции, у них даже вокруг них всякая ерунда летает, вроде как одинаковая. Так, давайте попробуем приручить такого говнюка, для этого нам потребуется яблочко. Так, яблочко и седло. Седло, ну, естественно, как бы лошадь, а седлать-то надо. Может, не только лошадь, но сегодня мы будем седлать лошадей. Так, давайте попробуем... А, ты чё рыгаешь на меня, тварь? Давайте как-то... Короче, на него как-то надо вначале сесть. Сесть, так вот, так вот. Опа, и теперь приручить. Нет, чё-то говнюк не хочет, а. Что ж ты такой противец, а, противец. Сейчас, о, всё, отлично, сожрал он мои яблочки, по самое не хочу, теперь я его могу оседлать. Отлично, вот, ну что ж, у нас теперь есть оседланный единорог. Также у нас есть несколько элементов управления. У нас добавляются в управление кнопочки С или С русская и М русская. То есть мы их можем использовать для использования каких-либо функций. По-моему, ещё даже Г используется, если я не ошибаюсь. Р точно используется, кстати. Вот когда вы нажимаете буковку Р, вы как бы наклоняетесь рогом и таким образом как бы прокалываете всех мобов, которые находятся у вас на пути. И таким образом, кстати, можно носить неслабый урон, особенно если у вас зачарована какая-нибудь лошадь. То есть тут у нас ещё есть куча всего, и сейчас я вам об этом всём расскажу. Так, ну что ж, как видите, это у нас самые обычные единорожек. В общем, вот тут у нас есть несколько слотов на обычный угол. Короче, вот сюда я лучше не тыкать. Сразу говорю, сюда не тыкать. Я не знаю, может быть у вас будет. Я вам не покажу все функции, к сожалению, в связи с тем, что когда я нажимаю на это окно, у меня вылетает игра. Но я покажу вот эти вот окна. Так, и, кстати, у нас здесь бывает ещё инвентарь. Ну что ж, вот такой вот у нас получается единорог. Он выполняет какие-то функции. Кстати, если вы нажмёте C или V, но у нас здесь ничего не происходит. Он не обладает абсолютно никакими функциями. Поэтому больше, в принципе, кроме как протыкать рогом, у нас ничего не умеет. Дальше идёт у нас уже самое интересное. То, что, ну, естественно, скорее всего этим и будете пользоваться. Это пегас. Это летающая лошадь, для тех, кто не в курсе. Лошадь с крыльями. Её вы тоже можете оседлать. Необходимо на неё сесть. Покормить яблочко. Ты куда меня подел? То есть, эта ерунда меня может скинуть сейчас, и я упаду и умру. Вообще классно. Вот это вообще классно. То есть, был бы я в режиме выживания, я бы уже сдох, если честно. Так, ну давайте всё-таки попробуем приручить эту тварину. Ну, ну жри, ну пожалуйста. А, то есть, у меня тут выбор, как бы. Я либо умру, либо приручу его. Другого здесь не дано. Он сразу взлетает, как я только на него сажусь. Просто сразу взлетает. Он не хочет жрать мои яблоки. Ну, ну. О, отлично. Всё. Он сожрал его, теперь я его могу вот так вот приручить. Кстати, всё за кно. Пожалуйста, вот только бы оно... Ладно. Нет, короче, я вот сюда тыкать не буду, я боюсь. Тут, кстати, у нас есть управление нашим пегасом. Я не буду сюда тыкать, потому что ну его в жопу. Я ещё... Так, сейчас, секундочку. Да, алё. Я тебе чуть-чуть позже перезвоню, я видео снимаю. Сейчас. Угу, давай, ещё секунду. Я извиняюсь, ребят, мне звонил друг. И, как видели, у меня на рингтоне стоит один из треков 21 Savage, Rockstar называется. Кстати, кто слышал этот трек, напишите об этом в комментарии. Не знаю, мне прям понравился. Ну что ж, как видите, пегас у нас уже приручен, и я на нём могу летать. Для того, чтобы взлететь, вы можете просто зажать пробел и таким образом взлетать, или использовать клавиши управления C и V. C вы будете быстро спускаться, V вы будете очень быстро набирать высоту. Он машет крыльями, как воробей. И вы взлетаете, кстати, очень быстро, и причём достаточно высоко. Ладно, я больше не буду этим заниматься. И вы можете так вот парить, летать. Ну, на самом деле, очень полезный моб. Преодолевать огромные дистанции на нём гораздо проще. Поэтому, я думаю, он вам будет очень-очень полезен. Также вы можете его зачаровать и участвовать в каких-либо воздушных баталиях. И, не знаю, сражаться с друзьями, например. Так, ну, как видите, в принципе, у него других особенностей нет. Рогом он у нас протыкать не умеет, потому что это пегас. У него нету рога. И у него есть только крылья, отличительная особенность. Ну, и на этом, в принципе, неплохо. Так, далее у нас идёт дистриер. Тоже очень мало, на самом деле, инфы по поводу этой лошади. Так, может я могу? Нет, нет, я ещё его не могу. Вот, всё равно не хочет мои яблочки жрать. Почему-то не хотят эти лошади мои яблочки кушать. Ну, скушай яблочко. Быть хорошим мальчиком. Скушай яблочко. Ну, скушай яблочко. Вот, не хочет яблочко жрать, чёртова лошадь. Не знаю, пора её на кумы спустить, ребят. Так, ну... Нет, вообще не хочет жрать. Нет, конечно, их можно спаунить до того момента, пока он не появится с седлом, эта лошадь. Ну, я думаю, я этим буду заниматься очень долго. Ну, давайте, вот, допустим, вот этого попробуем приручить. Нет, ни в какого он не приручается. Иными словами, ребят, тоже у этого... О, отлично, я его приручил. Это, короче, грубо говоря, это обычная у нас лошадь. Только тоже имеет свои особенности, такие как, допустим, просто размеры, силу атаки. Так, давайте попробуем одеть ему седло. Так, это не та, это не та, это не мной прирученная лошадь. Или мной? Да, мной, вот, всё, правильно. Так, я его оседлал. И теперь, как видите, при помощи этой лошади я могу бегать. И вроде как я могу даже разносить объекты, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, траву топчет эта лошадь знатно. В принципе, никаких отличительных особенностей я пока что не вижу от обычной лошади. Кроме того, что она может топтать траву. Я не знаю, может быть, я могу и мобов затоптать каких-либо. Например, свинью. Нет, я не могу затоптать их. Нет, не могу. Короче говоря, это у нас обычная лошадь, только больших размеров. Также вы можете её зачаровать и уже использовать в бою. Так, далее у нас идёт кошмар. Вроде как кошмар это переводится. Это, значит, огненная такая лошадочка. Она очень маленькая, но тварь смертоносная. Так, если вы её приручите, вы... Вы либо сгорите, попав на её же огонь. Так, давайте попробуем седло взять. Седло, я не могу, да, взять с такси дела. Нельзя так делать, оказывается. Так, и вы можете на этой лошади как бы бегать, всё то же самое. И ещё вдобавок даже парить. К сожалению, летать на этой лошади нельзя. Вы можете только парить. Это связано с тем, что, к сожалению, у этой лошади очень маленькие крылья. Я так понимаю, они в детстве обгорели. И поэтому эта лошадь абсолютно у нас нелетабельная. Также она умеет стрелять фаерболами на кнопку С. И причём, кстати, очень так ярко. Четыре фаербола за один выстрел выпускает. И, я думаю, очень даже ничего, такие выстрелы. Вам, наверное, сейчас пришло уведомление ВК. Это не у вас, ребят. Это пришло у меня, на самом деле. И можете не открывать браузер. Так. Ну, как видите, да, фаербол очень-очень смертоносный. Маленькая лошадка, но зараза делов натворить, конечно, может даже спалить ваш дом. Так, ну что ж. Далее у нас идёт хиппокэмп. Короче, это какая-то у нас такая непонятная лошадь. Это что-то типа морской конёк, что ли. О, выросла сразу. А я могу эту приручить, короче, лошадь? А, я не могу сесть на неё. Эх, к сожалению, я не могу на неё сесть. Да, она у нас неприручабельна. Но, если я ошибаюсь, мы её можем заспаунить. Я так понял, это подводная лошадь, да? Нет? Нет, это у нас не подводная лошадь. Ну, тоже инфы на самом деле очень мало. О, 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 я сел, сел. О, получится. Пожалуйста, приручись. Я хочу приручить такую лошадь, посмотреть всё-таки её возможности. Э, блин, я не ту лошадь заспаунил. Это я сделал нечаянно. Вот эта лошадь, кстати, почему-то спаунится у нас сразу с седлом. И проблем с приручением абсолютно никаких нету. Да сколько можно её... Почему вы такие капризные стали? Я помню в Майнкрафте раньше одно яблочко и всё, лошадь твоя. А сейчас какие-то сложности. Слишком много требований у этих лошадей. Седло. Так, вот седло. Давайте приручим. И попробуем, посмотрим, что... Значит, очень медленно, очень медленно ходит. Как бы прыгает вроде как. Вариантов атаки нету. Ну, я так понимаю, на этой лошади смогу что-то делать в воде, наверное. Ну, неспроста у неё такой хвост, я не верю. Да, я могу на ней плавать, и она мне даёт ночное видение под водой. То есть я могу видеть спокойно. Ну, это даже не ночное видение, это подводное видео. Потому что, скорее всего, когда только вылезу с воды, мне перестанет даваться ночное видение. И я не смогу больше видеть под водой. Так. Ну да, в принципе, на этой лошади вы сможете плавать под водой. А ну, кстати, по-моему, даже подводное дыхание даётся. Давайте попробуем. Попробуем выключить креатив И сесть на эту лошадь и попробуем нырнуть Дается, нет подводное дыхание Да, ребят, дается подводное дыхание Либо оно очень-очень медленно тратится Либо вообще не тратится, насколько я вижу И вы сможете плавать на этой лошади под водой И атаковать даже Крепости стражей И причем делать на этих лошадях Без каких-либо зелий или других эффектов А за мной бежит паук уже Так, далее у нас идет, что это, короче Кнайд Вагабонд, короче, это какой-то Типа босс, что ли, да? Да, это типа босса на таких маленьких А, на абсолютно разных лошадях Они могут спауниться А, он сам загорелся еще Это типа босс, да, я так понял? Ну, если я креатив выключу, эта тварь на меня нападет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Они еще на меня нападают? Да, они на меня напали Но я так понимаю, если мы их убьем То с них попадают вот эти вот Замечательные, огромные Фала, извиняюсь, мечи Но, в принципе Я не думаю, что они, кстати, особо наносят много урона Я брал их, пытался убить мобов обычных Но, кстати, эффекта от них мало Так, дальше после этих Д'Артаньянов У нас идет уже что-то более О, эта тварь еще умеет просто ходить Без лошади То есть, когда лошадь дохнет, он просто ходит С этим чудом в руках Так, далее у нас идет Рейнбоу Дэш Ну, я не знаю, я ее так, по крайней мере, называю Но он очень мило выглядит И, кстати, это у нас пони Она у нас спаунит цветочки вокруг То есть, вот она у нас сейчас стоит И вокруг себя начинает спаунить цветочки Так, помимо всего этого Она нам дает еще исцеление То есть, может исцелять нас И, кстати, может даже атаковать мобов При помощи своего рога Вроде как Да? Нет, что-то свинью я не могу атаковать Давайте попробуем зомби атаковать Так, кстати, летать тоже может Это естественно Так Ну Ну, 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 ну Да, по крайней мере, зомби я смог сейчас атаковать Как-то, не знаю, как-то у меня это получилось сделать И я ему урон... О, я застрял в земле Ну, короче, в общем-то, это тоже очень такая летающая красивая лошадь На которой вы сможете добавлять себе эффект исцеления И, грубо говоря, быть чуть ли не бессмертным на ней Так, далее у нас идет... Далее у нас идет Дестроер Это очень классная лошадь Она огромных размеров И... Причем она достаточно сильная Ну, сильная не в плане того, что вы сможете ее использовать Да, вы можете использовать против мобов Например, или против чего-то еще Вы можете даже на ней летать Да, это огромная лошадь, но вы можете на ней летать Но вы также можете на ней просто разносить горы Просто реально бурить тоннели в горах при помощи лошади этого Не лошадь даже, это скорее единорог, да? Да, это единорог Как видите, вот такой вот тоннель я пробурил при помощи этого единорога Да, на кнопку R зажимаете И, как видите, вы можете разносить как скалы, так и любые другие крепости Так, ну, в общем, тоже особо других каких-либо отличительных моментов у него нету Давайте попробуем включить день, потому что ночью мне не в кайф Так, и далее, далее у нас уже идут, скажем, более простые Только бы игра не вылетела, а Так, более простые существа Применение которых особо у нас не очень актуально Кстати, у нас есть По миру спаунятся вот такие вот деревья Называются они Я забыл, как они точно называются Но, короче говоря, у них есть такое дупло В котором вы можете хранить предметы И в них находить различные редкие предметы, которые добавляет этот мод Давайте добавим Сейчас Что нам нужно? Костная пыль нам нужна Так, вот, костная пыль И как только я выращу это дерево Все Тут у нас есть дупло Нажимаем правой кнопкой мыши И мы можем сюда положить что угодно И, я не знаю, можно тут Ложить какие-либо другие предметы Оставлять закладки Я не знаю Но я не думаю, что это актуально в Майнкрафте Так, ну что ж Давайте продолжим дальше наш обзор На самих существ Так, кто у нас дальше идет? Дальше идет у нас Аллея Потом у нас идет вот эти Короче, сейчас мы их всех вот так вот заберем Оставшихся И посмотрим Значит, сразу говорю У нас тут вот есть Так, это кто? Это вот такая вот маленькая лошадочка Крылатенькая Что она у нас дает? Она дает исцеление и сопротивление Она у нас тоже умеет летать Так, она может протыкать Рогом, например, мобов Да, ну короче, атаковать их может И вроде как она может Так Ну, взлетать Да, в принципе тоже Никакой особой отличительности нету То есть каких-либо суперспособностей Кроме того, что она нам дает эффект сопротивления И вместе с исцелением, кстати Так Далее у нас идет Далее у нас идет Такой вот прикольный, кстати Страж На куриных лапках сзади Почему-то, я не знаю Какая-то странная, кстати, лошадь Так, что она у нас умеет? Значит, она у нас умеет Умеет, умеет, умеет Умеет Летать Летать Да, в принципе, больше ничего тоже особо не умеет Да Ну, выглядит красиво, на самом деле Да, выглядит красиво И летает Это лошадь-петух Насколько я понял Потому что у нее куриные лапки сзади И я даже не знаю Да, в принципе, у нее отличительных особенностей никаких нету Я не вижу, я не знаю Я нажимаю все кнопки функции И ничего не происходит Ну, выглядит очень-очень прикольно Так, далее, что идет дальше У нас есть друзья вот этой вот лошадочки Это кролики, которые начинают к ней прибегать Не знаю их смысла Серьезно, так и не разобрался Так и не понял Кто знает, напишите об этом в комментариях Ну, по крайней мере, как видите, они просто прибегают к этой лошади Если я их заспаунил здесь Вот она побежит Этот кролик побежит, в общем-то, к тому единорогу Далее у нас есть зомби-миньоны Тоже не понял сути их, если честно Ни с одной лошадью почему-то не взаимодействуют Так, далее идет Кирин Это у нас лошадь-дракон-олень Потому что она нас объединяет Несколько, скажем так, функций Как дракона, так и лошадь Ну, вот именно во внешнем виде Она чем-то похожа на дракона Чем-то похожа на оленя И чем-то похожа на лошадь Не знаю, не получается заспаунить седлом сразу Так, давайте попробуем все-таки седло взять И яблоки Все-таки придется нам приручать А, кстати, по-моему, золотыми яблоками можешь с первого раза Либо это я такой идиот Давай мы тебя попробуем приручить Ну, пожалуйста, приручись Да что ж ты такой капризный, а? Да что, ни одна лошадь не хочет приручиться из этих? Ох, какие вы странные ребятки, а? Так, давайте... О, все, отлично, с первого раза приручил Давайте попробуем поставить сидение Так, ну, здесь по функциональности Эта ерунда умеет стрелять фаерболами Сразу, сразу Ну, понятно, все-таки лошадь-дракон При этом она сама себя умудрилась поджечь Это минус, это большой минус Летать она не умеет И умеет прыгать Все, в принципе, ничего особо нету Кроме того, как она умеет стрелять фаерболами Так, ну что ж, я уже немножечко устал даже Давайте быстрее заканчивать Что тут у нас дальше? Ридер, это, короче, самый обычный олень Ничего нового Давайте попробуем его убить Может, из него что-то интересное выпадает Но, я так понимаю, он еще особо не выпадает Да, ничего из него не выпало И, короче говоря, это обычный олень Так, а, кстати, по-моему, его можно и приручить Да, да, его можно приручить О, сразу приручился Не то, что эти лошади самовлюбленные Которые не приручаются Я сел на оленя, я даже не кормил его Он сразу приручился Он сразу все, кенты По груб жизни, епт Так, ну, как видите, в общем-то Можно бегать на этом олене Кстати, по-моему, я могу, да? О, я могу еще атаковать даже других существ на этом олене Давай попробуем свинью Нет, свинью не получилось Наверное, все-таки зомби придется атаковать на этом олене Ну, короче говоря, атаковать эта тварь тоже умеет Так, ну, что ж На этом у нас существа закончились Далее я вам давайте покажу Различные перки их Различные приспособления Значит, это Это вот эти вот замечательные мечи Которые держали Наши те существа И вроде как Вот этой ерундой Можно закрепить ее на рог Одному из, допустим, наших каких-либо А я могу куда-нибудь закрепить? Нет, не могу Так, давайте найдем нашего единорога Приручного Он где-то у нас там И попробуем на него закрепить Эту ерунду Так По-моему, вот это можно По-моему, можно, да? Нет, нельзя Все, ладно Я не буду пытаться Потому что ну его нафиг У меня игра сейчас вылетит Короче, при помощи этой ерунды Вы можете вот так вот просто идти на моба И убивать его Да, тоже смертоносная достаточно вещь Их очень много Они, естественно, отличаются по урону Как видите, вот тут Совершенно различный у них урон Так, я так понял, это есть в автоматическом режиме Есть в неавтоматическом режиме Или Или нет Вроде они как все убивают Ладно, ну понятно Это все-таки оружие Оно должно убивать Так, с этим всем ясно Давайте перейдем к броне лошадей Так, где она? Она у нас вот здесь Значит, у нас есть Броня для единорогов Обсидиановая Эмиральдовая Золотая Вот золотая Железная Алмазная То же самое для лошадей То есть, допустим, не для Ну, вы поняли, короче Не для рогатых тварей А для обычных Вот, допустим, вот на него Мы Нам придется Одевать Вот такой вот рог Вообще, кстати, в идеале Для Знаете, для битвы Я бы брал Вон ту Замечательную Девочку Которая у нас Цветочки создает Где она? Вот Да, потому что У нее есть и рог У нее есть И Крылья То есть, это не просто единорог Это у нас крылатый единорог Это очень и очень круто На самом деле Так, потом у нас есть тут Различные Перки для крыльев Перки для Так, давайте так Вот Айс Диамонт Так Вот Энергия Кстати, есть броня для лошадей Обычных также добавляется Но я не думаю, что она особо нужна Так Так, 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 так И В целом, я так понимаю В принципе, все Давайте попробуем Запрыгнуть на нашего Того единорожка Открыть И, как видите Я нацепил уже на него Все, что можно Ой, я еще могу сюда Еще запихать алмаз Алмазную Или какую-нибудь другую броню Вот тут у меня есть Другая броня Инвизибл хорс арм Ой Невидимости Прикольно Могу, да, нацепить? Да Ух ты, красивая Красивая Мне прям нравится Так, а это у нас что-то Вот это я зря Короче, ребят Все-таки при установке Оружия На рог Вот этого Замечательного существа У меня Произошли проблемы Так Это, по-моему, крылья Пожалуйста О, отлично Все Отлично Отлично У меня не вылетела игра Потому что Предыдущий раз Когда я пытался оружие Установить именно на рог Вот сюда вот У меня вылетела игра Поэтому Ну его нафиг, ребят Мы больше не будем этим заниматься Иначе у меня вылетает игра Ну что ж Как видите Вот у меня полностью Укомплектованная лошадь Летает она гораздо быстрее Чем стоковая И Очень и очень Достаточно защищенная Кстати Кстати На ней подковы Которые добавляют нам силы Ну что ж, ребят На этом все Такой вот крутой мод Для Майнкрафта Кому он понравился Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на мои Социальные сети ВКонтакте Ставьте лайки ВКонтакте Ну, на этом все С вами был я, Рисман Всем удачи Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok